Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы сделаем круче, мы приготовим соус на основе интересных ярких ингредиентов И будем пробивать их на блендере Перчик, он даст нам сладость Одна штучка стоит 30 рублей Небольшой корешок имбиря и пару луковиц шалота Здесь нарезка не важна Перец и шалот нарубайте крупными кусками Имбирь слегка надо очистить от шкурки Вы знаете, индусы говорят, что имбирь способен разжечь страсть Представляете, какое блюдо получится мощное Дальше нужно добавить немножко растительного масла Конечно же, томаты в собственном соку Томаты дадут приятную кислинку и отличную сладость И еще один важный ингредиент В маринад я добавлю соус кинто-бхаски В его составе смесь ароматных трав и перец халапень Выращенный на Кавказе У соуса приятный острый вкус и насыщенный аромат Как раз то, что надо для нашего блюда Красивый достал Соус готов Поэтому отправляю его тушиться на сливочном масле В состав соуса входит растительное масло Но сливочное даст приятную нежность и сливочный аромат Вместе с яркими специями будет круто и нежно Смотри, какой яркий цвет Оранжевый, кстати, в детстве был моим любимым цветом Смотри, смотри, завелся, завелся Ну что ты психуешь, а? Ну хватит брызгать Оставлю тебя в сторонку 7 минут и соус будет готов На самом деле блюдо делается очень быстро А яркости в нем и вкуса хоть отбавляй Настало время заняться рыбкой Треска одна из самых дешевых рыб Здесь 800 грамм Это всего лишь 180 рублей Но если у вас есть какая-то другая рыба Можете использовать свою любимую В этом блюде главное не рыба В этом блюде главное соус Нарезаем треску вот такими кусочками Не забудьте вытащить косточки В этой рыбе их мало Нам нужно теперь рыбу обжарить с двух сторон Там так корочка появилась и в соус Поэтому до готовности доводить ее не надо А вот поперчить и посолить нужно обязательно А теперь берем и прямо закладываем ее в соус Смотри, как красиво выглядит, а! Видно, что соус слишком загустел Поэтому можно просто добавить чуть-чуть воды Еще один важный, интересный момент. Благодаря сахарному песку соус станет чуть-чуть слаще и раскроет больше вкус специй. А теперь, внимание, еще одна классная азиатская фишка. У меня есть два куриных яйца. Разбиваем их в тарелку. Ну а дальше их нужно немного перемешать ложкой. В самом конце просто беру и вот таким вот образом вливаю в соус. Яйцо сейчас немножко приготовится. Когда ты будешь есть соус, будешь чувствовать нежное яйцо и вместе с нежной рыбой. Обязательно перемешайте яйца в соусе. Только не надо сильно взбивать яйцо, иначе получите скрэмбл, либо какую-то яичницу. Рыбку в ярком маринаде я сделал. Не хватает только гарнира. Лучше всего к этому блюду подойдет рис, потому что соус пряный, а рис пресный. Вместе они будут друг друга отлично дополнять. Ну, конечно, как рис варить, вы все знаете. Вот она, тарелка хорошего рассыпчатого риса. Вместе с соусом прям Азией пахнет. Но готовим из наших доступных продуктов. И недорого, это самое главное. На самом деле об этом блюде можно говорить долго. Но вокруг такие манящие ароматы специй, что не терпится уже попробовать. Ну и, конечно же, семечки кунжута. Стиль. Вот это чудо получилось. Настоящее вкуснятие. И нам хочется уже быстрее съесть ее. Очень вкусно. Как в Китае. Экономно, но ярко, вкусно, будто за границу съездил. Вот у тебя на тарелке никуда ехать не надо и деньги сэкономишь. Меньше 100 рублей за порцию. Чтобы приготовить треску под пряным маринадом, вам понадобятся 800 грамм трески, 200 грамм риса, 200 грамм томатов в собственном соку, 1 болгарский перец, 120 миллилитров растительного масла, 2 яйца, 2 лука-шалота, 40 грамм имбиря, 80 миллилитров перечного соуса, 30 грамм сливочного масла, 1 столовая ложка сахара и зелень. Треску под пряным маринадом и другие мои фирменные рецепты вы найдете на сайте просто.сетиси.ру Сейчас покажу, как одно и то же блюдо получит два совершенно разных вкуса. Делаю легкий, овощной, яркий салат с двумя заправками. За основу салата я взял уже готовый микс зелени из магазина. В него входят редкие травки, которые не так просто найти отдельно, и стоят они дорого. А в смесь их добавляют понемногу, и получается гораздо дешевле. Здесь есть и радичо. Радичо – это горький салат. Потом есть руккола. Ну, рукколу все знают, особенно девчонки любят. Потом есть листья салата. Вот это что у нас? Лолороса. Любая зелень подойдет для этого салата. Мы сделаем его с двумя разными яркими вкусными заправками. В первую заправку будет входить смородина и малина. Ягоды для этого блюда лучше брать замороженные. Они дешевле, а витаминов столько же, сколько их свежих. Чтобы заправка получилась еще сильнее по вкусу, нужно добавить туда кислоты и сладости. Для этого подойдет мед и бальзамический уксус. И заметьте, никакой тепловой обработки. А значит, все витамины сохранятся. Ну все, взбиваем. О, ничего себе. Все, пробили на блендере. А теперь процеживаем, потому что в малине и смородине много мелких семечек, и они будут мешать деликатной консистенции. Для яркости вкуса в соус я добавлю оливковое масло Борхес Экстра Верджин. Легкая горчинка масла из спелых отборных оливок в сочетании с овощами и фруктами идеально подойдут моему салату. Не забывайте, что все витамины усваиваются вместе с жирами. Ммм, как вкусненько. Первая заправка готова. Вторая заправка. С ней тот же самый салат получится абсолютно другой по вкусу. У меня есть йогурт, обычный классический белый йогурт. Мне нужно 150 грамм. Это всего 15 рублей. А вот сделать из него оригинальную заправку легко. Я добавлю цедру апельсина. В нем очень много эфирных масел, и она даст невероятный вкус. Цедру надо натирать только желтую часть. Именно она ароматная, вкусная и не горькая, что самое важное. Теперь вот так вот перемешиваем. Смотри, какая красота. Йогурт уже превращается из обыкновенного в супер-йогурт. Конечно, в магазинах продаются уже готовые заправки. Но они не всегда качественные. Мы сделали ягодную, вкусную, натуральную, уверены, что там хорошие замороженные ягоды, в которых много витаминов. Также сделали из йогурта. Ну все, вторая заправка готова. Дальше я покажу, как в одном блюде уживаются ягоды, фрукты и овощи вместе. И заодно проверю на съедобность косточку из авокадо. Не переключайтесь. Я уже сделал две пряные, абсолютно разные по вкусу заправки для одного салата. Продолжаю готовить. У меня есть морковка. Морковка и экономка. Нарезаю морковку тонкими слайсами и отправляю в салатную смесь. Черри-помидоры. Они крупные, разрежем на четыре части. Можно вот так вот нарезать. Можно по диагонали, смотри, как угодно вообще. Дальше. Клубника. Конечно, сейчас не сезон клубники, но если вы увидите ее в магазине, возьмите немного для салата. Она сделает его гораздо интереснее по вкусу. Ну а теперь нужны цитрусовые. Это тот самый апельсин, с которого я снял цедру. Из него аккуратно вырезаю мякоть и отправляю в миску. Так, кстати, шкурки апельсина можно так выжать. Дальше. Авокадо. Авокадо все любят. Один авокадо стоит 60 рублей. Прорезаю его до косточки. Вот оно, две половинки. Опа, косточка треснула. Давай, кстати, попробуем. Труд вкусно. Фу, не пробуйте косточку авокадо. А теперь ложкой достаю мякоть. Это самый удобный, простой способ. Меня ему научили мексиканцы. В Нью-Йорке, кстати, на одной из кухонь. А сейчас я добавлю свеклу. Самый яркий и такой родной корнеплод. Вот такая большая красавица, полная витаминов, стоит всего лишь 9 рублей. Нам даже целая она не нужна. С помощью экономки нарезаю свеклу тонкими слайсами. Салат перемешиваю прямо руками. Посмотрите, сколько ярких красок. У меня есть ягоды, свежие малины, их совсем чуть-чуть, и они довольно-таки дорогие. Поэтому просто добавим сверху, чтобы салат классно, нарядно, дорого выглядел. И теперь можно выбрать любую заправку. Либо йогурт с цедрой, либо ягодную заправку с бальзамическим уксусом и медом. Сначала попробую с ягодной заправкой. А вообще две можно. Вдруг откроем что-то новое. Ну что, класс? Ягодки малинка. Я смешал две заправки, и получилось очень здорово. Если хотите удивить своих любимых, родственников, либо друзей, сделайте такой салат, поставьте на стол, заправьте заправками, замешайте прямо при них. Вот увидите, как все получат невероятное удовольствие и съедят ваш салат с огромной скоростью. Для приготовления овощного салата с двумя заправками вам потребуется 200 грамм микса листьев салата, 120 грамм помидоров черри, 20 миллилитров меда, 150 грамм замороженной малины, 1 морковь, 150 грамм замороженной черной смородины, авокадо, апельсин, свекла, несколько ягод малины и клубники, 20 миллилитров бальзамического уксуса, 80 миллилитров оливкового масла и 150 грамм натурального йогурта. Зеленый салат с двумя заправками, а также другие мои фирменные рецепты вы найдете в группе СТС в Одноклассниках. Вместе с бабушкиной квартирой Маше достались советские кухонные приборы. Она не знает, куда их применить и стоит ли вообще ими пользоваться. Ой, Саш, привет! Наконец-то приехала, так долго тебя ждала. Но я помогу разобраться с этим вопросом. У меня столько всего осталось от бабушки. Есть вафельница, мясорубка ручная. Я не знаю, что сделать с этим. То ли выкинуть, то ли что-то с этим делать. Как этим пользоваться? Это что такое? Мне кажется, это что-то для вареников. Это вареники, 100%. Ты делала когда-нибудь? Нет? Пользовалась? Нет, нет. Ни разу? Нет, не знаю даже как. Смотри-ка, старая штука, а. Это как миксер, только ручной. Это прихватка для сковородки. Это сейчас сковородки с ручками. А раньше были горячие, чугунные. Их не взять руками. У меня у папы до сих пор такие дома. О, это вообще моя любовь. Орешница, эй. У всех есть такая. Либо была дома, 100%. Так, а это что? Ну, это вот самая большая вещь такая, вафельница. Самая раритетная, наверное. Это вообще крута штука. Я помню, как бабушка на ней вафли пекла. Ты знаешь, я недавно в ресторане в своем сделал вафельные трубочки. У меня в меню это самый популярный десерт. Короче, я тебе хочу сказать, что у тебя классные штуки. Все эти аналоги сейчас продаются в современные. Красивые, модные, стоят дорого. Но функциональные они по сути такие же абсолютно. Мы сейчас с тобой давай сделаем старые добрые вафельные трубочки со сгущенкой. И прежде чем приступить к готовке, подключите вафельницу. Ей нужно время, чтобы хорошенько разогреться. Шутка. Есть уникальная рецептура. Ей пользуются все, она неизбежная. И самая крутая. Рассказывай, какая? Для начала растопим масло. Бабушка часто готовила тебе? Да, часто. Орешки и вафельные трубочки. И вафельки. И со сгущенкой вареной, да? Да. И что может быть вкуснее, скажи? Все, масло уже растопилось. Но его пока отставляем, чтобы оно остыло до комнатной температуры. А пока перемешиваем яйца с сахаром. Очень сильно не надо взбивать. Главное, чтобы сахар растворился и желтки как следует перемешали. Теперь смотри, ванилин, либо ванильный сахар. Настоящие трубочки должны пахнуть ванилью. Обязательно добавьте немного соли. Тесто будет вкуснее. Теперь смотри, наливаем туда растопленное масло. Все нальёчи горячие. То желтки свернутся, и всё тесто можно будет выкинуть. Давай, давай, мешай, мешай, мешай. Всё, и муку. Смотри, какое красивое тесто. Вот оно какое, посмотри. Класс. Вообще. Прямо так хочется печь. Да. Вкусно? Очень. Вафельницу смазываем маслом и наливаем тесто. Всего несколько минут, и вкусные, нежные, хрустящие вафли из ретро-вафельницы будут готовы. Давай, посмотрим. Ну ничего, ничего. Ой. Первый блин комом. Ну а вторая вафля точно будет удачной. Ждём, 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 ждём. Подождём. Подождём. Ой, смотри, готово. Давай, пока горяченькое. Горяченькое. Пока тесто не остыло, нужно трубочку быстро завернуть. Горячее, эластичное, как только остывает, сразу начинает держать форму. Запомните. Если провороните момент, то просто рассыпется, и будет хрустящий блинчик. Видишь меня? Привет! А сейчас я сделаю вафлю другой формы. И пока она горячая, кладу её на стакан и немного придавливаю. Получилась такая вазочка. Вазочка из теста. Вафельная вазочка. Вот так можно раз. Закроем, чтобы не остывало. Молодец, вообще, мы сработаемся. Всё, видишь, формочка готова. Классно. И теперь сюда можно класть свежие фрукты. Либо мороженое. Всё, взбитый сливок. Приступаем к самой сладкой части. Делаем начинку. Для этого нужна варёная сгущёнка. Раньше её приходилось варить самостоятельно. Сейчас уже готовая варёнка продаётся в магазинах. Варёная сгущёнка, да? Вкусная. Вкусная. Слюнки текут, да? Да. Сгущёнку у нас сначала перемешать, сделать её эластичной. Осталось только поместить начинку в трубочки. Берёшь любой полиэтиленовый пакет, лучше плотный, вставляешь в стакан, краешки вот так вот задёргиваешь. И перекладываем туда начинку. Получился конечный пакет. Ну а дальше всё просто. Начиняем трубочки сгущёнкой. Короче, это трубочка-обманка. Знаешь, когда сгущёнка вот досюда, и здесь, на Чёрном море такие продавали. Мы делаем, да, честную. Помните первую вафлю, которая не получилась? Вот сейчас она пригодится. Делаем из неё посыпку. Нарядно? Да. Ну что, трубочки готовы? Красивые, да? Да, очень красивые. А вот в эту вафельку я знаю, что можно положить. Чего? У меня есть мороженое. Мороженое? Давай его сюда положим. Доставай. Давай. Мороженое тоже посыпаем вафельной крошкой. Класс. Ну что, поняла теперь, что можно делать с старыми бабушкиными приборами? Не надо их выкидывать, в них история содержится. Понимаете, то, что было в прошлом, в них тепло и любовь, поэтому оставьте эти штуки себе, они пригодятся. Можно готовить такие замечательные вещи. Давай уж быстрее попробуем. Ах, ты маленькая обжорка, хочешь поесть? Очень вкусно. Хочешь получить совет от шефа? Тогда оставь заявку на просто.сетиси.ру, и я приду к тебе. Дальше вы не увидите ничего пресного, но узнаете, какие пикантные соусы взбодрят всех ваших гостей. Сегодня я уже приготовил рыбу в ярком маринаде и показал, как соусы меняют вкус блюда. И куиди еще интересней. Быстрые рецепты просто кухни. Смотрите сейчас. Ищите на нашем видеоканале в группе СТС на сайте Одноклассники. Готовим десерт. Вишневое суфле на вкусной сметане «Домик деревни» из свежих сливок. яжелая вода в кадр. Субтитры сделал DimaTorzok Раньше приправы ценились на вес золота, а теперь продаются на каждом шагу и стоят недорого. Так пользуйтесь ими, а я научу как. Готовим фалафель с двумя пикантными соусами. Я не просто так выбрал это блюдо. Фалафель или пряные шарики из бобовых сейчас набирают популярность по всему миру. Смотрите, у меня здесь горох нут. Из него делают настоящий правильный фалафель. Один килограмм нута обошелся мне в 177 рублей. Я замочил его заранее на 12 часов. Вот оно, золото наше. Приступаем к готовке. Для начала нужно перемолоть нут. Мы делаем на 10 человек много фалафеля, чтобы все наелись. Он очень сытный, плотный, в нем куча белка. Вот он, нутовый пластилинчик. А вот яркий насыщенный вкус ему придадут специи. Возьму кумин. Эту пряность еще называют зирой. Она обладает свежим ароматом и горьковато-жгучим вкусом. То, что им надо для фалафеля. Существует много теорий, откуда это блюдо. А в Израиле даже не задумываются, потому что оно у них продается на каждом шагу. Везде фалафель. Куда ни глянь фалафель, туда посмотришь фалафель. На севере фалафель, на западе фалафель. Ну что, перемололи кумин. Вот, видишь, как его много. Дальше я добавляю кориандр. С одной специей классный фалафель не получится. Обязательно, чтобы блюдо было слегка остренькое. Возьму каенский перец. Самое-то важное, чуть не забыл. Кунжут. Есть такая паста, называется тахини. Она делается из семечек кунжута. Просто так ее не найти. Поэтому предлагаю ее сделать самим. В кунжут добавляю немного масла и пробиваю в блендере. Супер пахнет. Пасту я перекладываю в нут. А еще сюда пойдет оливковое масло, соль и зеленый лук. Был вроде обычный нут, а стал такой классный, со специями, с характером. И очень яркий. Теперь надо взять и вот руками, как следует его замешать. Заодно разомнемся. Вообще фалафель начал свой путь из Египта. Он был известен еще далеко до нашей эры. Он очень распространен во всех кухнях Ближнего Востока. Фалафель я буду обжаривать во фритюре. Поэтому поставьте разогреваться масло заранее. А пока слеплю нутовые шарики. Вот он, красивенький такой. Начинаем жарить фалафель. Просто опускаем шарики в горячее масло. И они сразу начинают кипеть и шкварчать. От качества посуды зависит приготовленное блюдо. Я выбираю посуду с кола. У нее надежное антипригарное покрытие и современный дизайн. Эта классная посуда производится в России. Ну все, тефтельки, смотри, готово. Иди сюда, иди, посмотри, какие они жареные, красивые. И только обязательно не обожгись, смотри, аккуратно с ними. Когда фалафель как следует прожарится и станет золотистого цвета, выкладывайте его на бумажное полотенце. Оно впитает весь лишний жир. Шарики вкусные, сытные. Сегодня я готовлю пряные яркие блюда. И для фалафеля сделаю сразу два пикантных соуса. Первый мы будем делать из простокваши. Из нее получится супер соус. И для начала в простоквашу натираю огурец. Здесь важно, чтобы огурец был крупными кусками. То есть если натрете мелко, он быстро даст сок, и соус станет слишком жидким. Теперь мне понадобится пару веточек мяты. Этот соус будет яркий по вкусу, а стоит совсем недорого. Простокваша 300 грамм стоит 33 рубля. А у кого во дворе пасется корова, то простокваша вообще бесплатна. Но не совсем бесплатна, конечно. Корова жрет там травку, за ней тоже требуется уход. А сейчас я добавлю в соус ингредиенты, которые сделают его по-настоящему крутым. Запоминайте. Мне нужен мед, тогда простокваша станет сладкая и очень яркая по вкусу. Обязательно карри и лимон. И вот эти три ингредиента дадут настоящий яркий вкус. Первый соус готов. Делаем второй соус. Это будет мексиканская сальса. Мне нужны свежие, хорошие помидоры. Нарезай их крупными кусками и пусть они будут у вас неровными. Мексиканская сальса, она брутальная, домашняя и такая разная вся. А вот лук нужно нарезать мелким аккуратным кубиком. Дальше чили-перец. Перец бывает разной остроты. Если уж вы взялись за мексиканскую сальсу, тогда тут можно об остроте не говорить. Он должен быть остренький. Вообще не острый, а? Да, перец. Чего-то ты меня подвел. Если нет свежего острова, каенский всегда спасет. И желтый еще нужен болгарский перчик, с ним будет вкуснее. Теперь выдавливаю чеснок и добавляю кинзу. Ну что, смотри, какая мексиканская, да? Сальса получается яркая, как сама Мексика. В соус надо добавить немножко кислоты. Я возьму лайм. Потому что какая Мексика без лайма, да? Ведь именно лаймом закусывают текилу, либо мескаль. Добавим чуть-чуть кумина. Ох! Ох, какой аромат, а! Это очень пряная специя и дает много вкуса, поэтому не переборщите с ней. А еще нужен сахар, не удивляйтесь. Если добавить пару щепоток сахара, то вкус сальсы будет еще ярче. Дальше пару щепоток соли и свежемолотый перец. Теперь перемешиваем. Все, сейчас будем пробовать. Я давно этого хотел. Какая вкуснятина. Теперь попробуем с мексиканской сальсой. Сальса вообще так круто, а! Честно говоря, даже не знаю, какой соус выбрать. Очень вкусно и совсем недорого. Теперь я понимаю, почему европейцы переплыли океан ради индийских пряностей. Чтобы приготовить фалафель с двумя пикантными соусами, вам потребуется 1 килограмм нута, 2 крупных помидора, половина красного лука, 1 огурец, 1 столовая ложка меда, 300 миллилитров простокваши, половина перца чили, болгарский перец, половина лайма, сок лимона, литр растительного масла, 10 миллилитров оливкового масла, 70 грамм кунжута, 1 чайная ложка сахара, пол чайной ложки карри, 20 грамм кумина, 1 чайная ложка чили перца, 20 грамм кориандра, пара зубчиков чеснока, мята, кинза и лук. Получить максимум удовольствия от еды без последствий от переедания может помочь микрозим. Это не просто таблетки, а микрогранулы с активными ферментами для обмена веществ и улучшения пищеварения. Ну что, хотите попробовать, ребята? Конечно! Ладно, давайте, пока не остыл. Быстрее к столу! Посмотрите, сколько здесь счастливых людей. Правильно говорят, что от пряностей на душе становится веселее. И помните, вкусная еда не должна стоить дорого. Следите за проектом в наших социальных сетях. Селфи, ребята! Продолжение следует...